всем привет продолжаем путешествовать по петербургу маленькие курсы по домам большой проспект петроградской стороны 1618 красного курсанта 1 пионерская улица 6 архитекторы мульханов крыжановский год постройки 1910-1912 стиль эклектика доходный дом колобова 1910-1912 техник мульханов павел михайлович при участии архитектора крыжановского я пользуюсь сайтом сети волос павел мульханов построил столько замечательных домов в стиле эклектики и модерна что его можно считать чемпионом рядовой застройки петербурга в ряду его домов стоит дом братьев колоб колобовых на большом проспекты которые занимают целый квартал между спаской гребецкой у красного курсанта и пионерской как пишет знаток петербургской архитектуры борис кирков мульханов выработал свой идеальный почерк излюбленные не узнаваемые приемы это введением массивных эркеров причудливых щипцов атиков шатровых башен широких сандриков в густой репнины и крупных женских и мужских масок растительные орнаменты картуши головки меркурия пинакли и т.д. сказочный мир создал павел мульханов зочи петроградской стороны весь квартал занят одним зданием имеющим номер 16 18 двойной номер следствие объединение двух прежде самостоятельных участок в настоящее время каждая часть дома имеет свой номер угловая на улице красного курсанта номер 16 дробь 1 центральная номер 18 а угловая на пионерскую 18 участок 16 в 1800-х годах с маленьким одноэтажным деревянным домиком на углу большой спасской принадлежал корпусному учителю второго кадетского корпуса ежегеру или яжегеру не знаю как ударение ставится 1830-х перешел к чиновнику 6 класса данилова 1840 1860 годах штаб с капитану позднее полковнику вильбрихту служившего петропавловской крепости здесь уже ставил дом с нижним каменным и верхним деревянными этажами до 1900-х годов владение принадлежало наследникам а уже в начале девятисотых дом перешел к купцам колобовым впоследствии объединившим два участка здесь стояли деревянные домы службы принадлежавшие целомейстеру двора или нищу кутузова 1820-х им владел чиновник пятого класса фон круза а затем генерал-майор жуковский при кирсановой жене надворного советника 1840-х годах дом выходящий на большой проспект имел уже три этажа причем нижний был каменным дворянину менту участок принадлежал в 1850 1860-х годах конце 60-х дом в доме находился женский пансион шмелинга в 1870-х участок номер 18 пришел к жене купца головиной устроивший во дворе развлекательное заведение с кигельбаном и беседками в саду при купце сидорове в 1880-х годах здесь строили двухэтажные каменные дома семья сидоровых владение принадлежало начале двадцатого века при них здесь разместилась санкт-петербургское общественное собрание а в 1900-х годах ресторан яр сюда нередко приходил александр блог его дневниках и записных книжках можно найти сообщение об этом посещении вчера мы с пястом ездили на лихачей и пили вере скрипки жаловались помимо воли пославшего их три полукруглые окна с большого проспекта светлые а из зала мрачные небо слепое второй раз верить о как отрадно возвращаться на старое милое место опять не знаю что будет играет оркестр и опять на прежнем месте самом уютном месте в мире ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полубутылку шабли а вот несколько слов из воспоминаний кугеля я до сих пор не могу забыть отдельного кабинета где я слушал варю папину просторный неуклюже с таким же просторным и неуклюжим диваном тускло освещенный потёртый в 1909-1910 годах в этом доме помещался кинотеатр иллюзия в 1910 участок 18 и соседний дом номер 16 перешел к купцам братьям Колобовым владельцам торгово-промышленной фирмы которая специализировалась на продаже леса и лесопереработки в годы первой мировой войны братья Колобовы предоставили первый этаж под 229 городской лазарет в 1917 году в этом доме жил Вержбицкий выпускник строительного училища специалист по железнодорожному и казарменному строительству он автор отделки большого зала библиотеки главного штаба здания городского архива на Самсонинском проспекте 1920 здесь проживал дирижер Павлов Арбенин с осени 15 года работала частная славянская мужская и женская гимназия организатором которой было товарищество профессоров и преподавателей директором гимназии стал профессор университета сотрудник газеты новое время грибовский среди преподавателей шкарин музыку преподавал профессор консерватории кедров после семнадцатого года гимназия была ликвидирована женское училище размещалось здесь поменяла профиль превратилась фельдшерско-акушерский техникум а в 30-е в первую фельдшерскую школу в 1916 женское среднеучебное заведение под подпечатительством бакшеева в 19-м году стал называться первой советской единой трудовой школы в 1970-е здание разместилось Калининградская городская морская школа ДСААФ радиотехническое училище затем приехал восточноевропейский институт психоанализа готовящий кадры психотерапевтов и психоаналитиков при институте работает библиотека Черкасова музей сновидений имени Зигмунда Фрейда издается журнал вестник психоанализа здесь находится печи с рельефным декором в виде венков заводов Комарова Дороготина завод основан Виссарионовичем Комаровым в 1894 году в собственном имении Дороготина в Новгородской губернии в Новгородском уезде сюда приходили дети и подростки со всего города спешившие на выступление видных писателей Маршака Касилия Галявкина Погодина Меттера Сотника Сахарного, Житкова, Кристинского, Сладкова, Никольск в 2001 году дом включен в его список вновь выявленных объектов представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность вот так вкратце о доме Большой проспект 16-18 Красного курсанта 1 Пионерской улицы 6 все, всем пока, всем привет, пользуйтесь сайтом сети Волос, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok